С первого класса Ольга Долгова обучалась в школе Горки, закрывшейся в конце октября на ремонт. Новость о том, что теперь придется получать знания в Видном, она восприняла с пониманием. Однако новая школа – это всегда волнение и переживание. Сегодня всего лишь ее третий день в Видновской школе номер 11. Девятый Б, в который она попала, Ольге понравился, а само учебное заведение вызывает восторг. Школа большая, вырудование хорошее, тоже место есть. Можно, если надо, ну, в сторонке где-то посидеть, одной подумать, и с коллективом новым пообщаться. Учителя тоже хорошие, если надо что-то, то могут подойти и спросить, просто они ответят. И Ольга такая не одна. Новым домом знаний Видновская школа номер 11 стала для сотни с лишним ребят. На учебу и обратно в Горки их централизованно доставляют на автобусах в сопровождении взрослых. Чтобы самостоятельно убедиться в отлаженности учебного процесса, образовательное учреждение посетил глава Ленинского района Валерий Венцель. Он осмотрел столовую, спортивные залы и классы, пообщался с детьми. Как вам здесь, нравится ребят? Да, очень хорошая школа. Хорошая школа. А как преподаватели? Очень добрые. Как классный руководитель вам, скажите. Очень ревно. В их глазах видны искорки. То есть им нравится, они понимают, что школа большая, вместительная, комфортная. Здесь дают хорошие знания, здесь хорошие современные условия, и дети будут получать достойное образование. Размеры и высокая технологичность учебного заведения понравились ребятам из школы Горки. Раньше дети не имели возможности получать настолько разнообразное дополнительное образование. Здесь много профильных кружков, спортивные секции. Занятие найдется на любой вкус. Эта школа произвела во мне впечатление, когда я увидела ее во всей красоте. И мне она очень понравилась, и не хочу с нее уезжать. Винновская школа номер 11 готова принять и остальных учеников закрывшегося учебного заведения. Места здесь достаточно. Помимо этого, свои двери для ребят открыли и другие общеобразовательные учреждения района. До каждого из них детей будут доставлять школьные автобусы.